В эфире ОТС подводим информационные итоги дня в студии Александр Ширудила. Добрый вечер и прямо сейчас коротко о главных темах на сегодня. Каждый год в Новосибирской области увеличивается количество мест у колледжа и университета по самым востребованным для нас специальностям. Это инженеры, это машиностроители, станочники, слесари. Рабочая профессия как залог успешного будущего, за счет чего повышается уровень подготовки квалифицированных кадров. Сейчас началась стройка и здесь осталась небольшая тропинка, на которой с трудом бросаются два человека. В то же время сюда, на эту сторону, выходят окна сразу 56 квартир. Проезд оставили только для велосипеда. Почему жители многоэтажки недовольны стройкой по соседству и есть ли выход из ситуации? Несмотря на то, что сегодня на этом участке акватория Аби пустая, угнать льдину можно из берега. Например, такая выдержит одного взрослого человека. Новосибирские сапсерферы начали сезон заплывом по Аби. Зачем буксировать льдины вниз по течению? Кадры решают все. В регионе возрождают систему учебно-производственных комбинатов, на которых школьники могут освоить азы будущей профессии. А насколько востребованы в отрасли молодые специалисты, узнал Станислав Блинов. Это скрубер Бутара СБ-12. Скрубер установлен под определенным наклоном. То есть происходит движение руды. Там это все промывается. И дальше на выходе, благодаря этой двухставной Бутаре, происходит классификация материала. На завод труд Сергей Крысин пришел сразу после института в 2006 году. Жалеть об этом решении не пришлось. И сейчас уверен, работать на производстве интересно. Главное – желание. Здесь можно освоить абсолютно разные специальности. И механическая обработка, и сварка, литейное производство, столярное производство, луканизация, изготовление полимерных материалов. Завод машиностроительного оборудования «Труд» – один из старейших в Новосибирской области. В этом году предприятие отметит 120-летний юбилей. Продукция используется в основном на горнобогатительных предприятиях и в золотодобыче. Новосибирскую марку производителя знают во всем мире. Я вот как наставник вижу, что не хватает кадрового резерва, особенно молодых специалистов. Каждый год в Новосибирской области увеличивается количество мест в колледжах и университетах по самым востребованным для нас специальностям. Это инженеры, это машиностроители, станочники, слесари, электрики, наладчики и так далее. Молодых специалистов не обижают по зарплате. Действует и программа наставничества. Сегодня на заводе «Труд» работают почти 300 человек. Коллективу по силам самые сложные заказы, хотя конкурировать приходится и с зарубежными производителями. Сегодня доказываем, что наша техника ничуть не хуже по всем параметрам, которые сегодня требует заказчик. Это и качество продукции, это и технологическая надежность, это и ремонтопригодность. У заводчан амбициозные планы. Мощности и площади позволяют значительно нарастить объемы производства. В ближайших планах запустить линейку мотор-редукторов для конвейеров, которые используют во всех предприятиях горнодобывающие отрасли. Станислав Блинов, Андрей Дулепов, Новости ОТС. Не оставаться в стороне, прийти и проголосовать. В преддверии выборов президента страны в Новосибирске состоялся форум «Единство народа». Участники – депутаты, активисты и сторонники партии «Единая Россия». Лидеры общественного мнения – молодые гвардейцы. Очень важно сейчас не молчать о нашей убежденности, а говорить об этом. Обязательно поделитесь своей уверенностью с теми, кто вас воспринимает с уважением, кто к вам прислушивается. Ну и не забудем о том, что шанс совместить свое соучастие с широким большим праздником у каждого из нас есть. Прийти, поздравить каждого не только с масленицей, но и с его четкой, правильной гражданской позицией. Поэтому сообща вперед, объединяясь, побеждаем. Я уверен, что сейчас для нас очень важный экзамен предстоит. Поэтому сдадим его с честью и достоинством. Форум прошел в формате митинга-концерта. Центральная тема – объединение сторонников политики государства по защите и сохранению национальных, семейных и культурных ценностей. Такие встречи прошли сегодня во всех регионах страны. Одна из главных задач – донести до всех жителей важность предстоящего выбора. Такие выборы в нашей стране проходят раз в шесть лет. А вполне возможно, таких выборов важных по важности и по влиянию не только на будущее нашей страны, а на будущее всего мира, наверное, в ближайшие десятилетия и не будет. Неужели ты себе позволишь пропустить это событие, которое происходит один раз в шесть лет, один раз в несколько десятилетий? Пожарная машина не протиснется. Жильцы дома в Ленинском районе Новосибирска опасаются за свою безопасность. Стройка рядом вместо нормальной дороги оставила только небольшую тропинку. Проехать невозможно. Что наберен делать совет дома и что отвечает за строщик, узнал Александр Сульдин. Причина жаркой дискуссии – вот этот проулок и дорога вдоль этой стены. Большинство участников живут в доме номер 26, дробь 1 на улице Серафимовича. Люди опасаются за свою безопасность. Когда сдавали вот этот дом, местных жителей вопросов не возникало. Рядом проходила большая дорога, внутриквартальный проезд. На нем, в случае чего, вполне комфортно могли разместиться пожарные машины и начать тушение. Сейчас здесь осталась небольшая тропинка, на которой с трудом расходятся два человека. В то же время сюда, на эту сторону, выходят окна сразу 56 квартир. За желтым забором стройка возводят жилую многоэтажку с осени позапрошлого года. Снесли три барака. Их жильцы получили новые квартиры или денежные компенсации. Вместо неухоженной территории скоро будет красивый двор с современным домом. И соседи не против. Стройте, пожалуйста. Мы не против стройки. То есть не против то, что бараки снесли. Стройте этот дом, но нам верните наш проезд. Строительство у проезда ведет компания «СК Инвест». При службе организации на запрос корреспондентов ОТС ответили. О проблеме знают. Дорогу перекрыли вынужденно. Нужно обеспечить безопасность прохожих и соседей. На случай чрезвычайных ситуаций разработан план пожаротушения. По нему, в случае чего, автолестницы и цистерны пойдут через двор дома 26 дробь 1. Вот наш дом. Вот здесь вот забор. Вот здесь вот есть у нас парковка, где машины, даже объехав снутри двора, вот здесь не развернуться. Такой план управляющая компания дома номер 26 дробь 1 не подписала. Жильцы пожаловались в прокуратуру. Та нашла нарушение. Вот что ответил застройщик по этому поводу. В настоящий момент «СК Инвест» получено представление прокуратуры Ленинского района Новосибирска, выданное в связи с отсутствием пожарного проезда. В адрес прокуратуры были направлены пояснения о том, что проезд перекрыт на время строительства и в связи с чем разработан план тушения пожара. Таким образом, пожарный проезд будет восстановлен, а на время его отсутствия приняты все необходимые меры по обеспечению безопасности жителей многоквартирного дома Серафимовича 26 дробь 1. Так что тропинка и забор остаются на своих местах, по крайней мере, до окончания стройки. Александр Сульдин, Алексей Баженов, Новости ОТС. Андрей Травников и руководитель президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов подписали соглашение о сотрудничестве. Новосибирская область последние годы является лидером в Сибирском федеральном округе по количеству победивших проектов и входит в десятку среди всех регионов нашей страны. Больше тысячи различных проектов заявлялось, получили поддержку 170. Ну, конечно, хотелось бы повысить качество этих заявок для того, чтобы проекты получали поддержку и становились постоянными. У нас есть такие примеры, ну, в частности, Транссербийский арт-фестиваль, тоже участник конкурсной программы, он уже прочно ассоциируется с Новосибирском и Новосибирской областью. Фестиваль Сибириада. Только в прошлом году первый раз прошел, но уже есть запрос на то, чтобы он стал регулярным. Правильно составить заявку на получение гранта помогут в Центре креативных индустрий, которые открыли при поддержке правительства региона. Новосибирский проектный офис – это уже девятый центр по всей России. И по вот и коллег из других регионов количество победителей при наличии офиса увеличивается. Сотрудники Центра помогут творцам не только правильно оформить идею, но и рассчитать финансовые затраты. Сегодня, по данным руководителя фонда в Новосибирской области, выигрывает каждая седьмая заявка. С проектным офисом эффективность вырастет. К участию в грантах планируют привлечь малый бизнес и муниципалитеты. Они преуспевают в том, что касается творчества, а то, что касается финансов, часто это слабая сторона. Или вопросы, связанные с организацией событий. И здесь, в проектном офисе, как раз и будет происходить обучение. И я очень надеюсь, что сотрудники проектного офиса смогут и выезжать еще и в регион. Таких возможностей у фонда точно нет. И у нас уже такая практика есть. Это значит, что и вообще региональные команды будут улучшать качество и свою экспертизу в том, что связано с социокультурными проектами. А это, соответственно, поднимает шансы на победу. Угнать льдином несколько лет следуют такой традиции. Новосибирские сапсерферы с веслом и на доске любители адреналина бороздят акваторию Аби. Светлана Шевченко впервые встала на сапборд. Несмотря на то, что сегодня на этом участке акватория Аби пустая, угнать льдину можно из берега. Например, такая выдержит одного взрослого человека. Какова же технология? Мы сдвигаемся ближе к корму сапа, разгоняемся. И задача приподнять нос над водой и с полного хода выскочить носом на льдину. Мы выскакиваем, докуда получится, активно работая веслом. Потом цепляемся за края льдины и аккуратно-аккуратно переносим вес вперед. Александр Орлов занимается сапсерфингом 7 лет. Сегодня вместе с товарищами устраивает второй в этом году заплыв. Открывает весенний сезон. Успели поплавать в январе при минус 35 градусах, отмечает. Опь отлично подходит для этого вида спорта. Можно ходить вниз по течению, довольно длинные маршруты. Можно делать кольцевые маршруты, уйти вверх по течению, потом сплавиться обратно. И у нас есть уникальная протока от ТЭЦ, которая не замерзает всю зиму, где мы катаемся зимой. Ну и в принципе, то, что у нас здесь апгэс, и с апгэса падает вода, длинный достаточно язык чистой воды не замерзает всю зиму. Для сапсерфинга нужна специальная надувная доска и весло. Почти трехметровый сап компактен в сложенном виде. Спортсмены накачивают доски воздухом на месте сплава. При себе обязательно спасательный жилет. В холодное время года поверх одежды лучше надеть гидрокостюм и резиновые сапоги. Температура воды в Аби сейчас около плюс трех с половиной градусов. Это очень важно, грамотно вести себя на береговой кромке, когда есть лед, на плавущем льду, который может уйти в затор, льдина может разломаться. Поэтому это такой тренировочный выход, он обычный. В прошлом году мы сняли ролик, он здесь, в Новосибирске, набрал 350 тысяч просмотров. Угон льдины очень популярен среди сапбордистов. На днях такой заплыв собрал 200 человек во Владивостоке. В планах у новосибирцев провести еще несколько массовых выходов на воду и желающих с каждым разом все больше. Главное преодолеть страх и найти опытных инструкторов. Впервые в жизни я стою на сапе. И не летом, а именно весной. Сейчас мы отправляемся вверх по течению Аби в поисках льдины. Мне подсказывают грести энергичней. Вставать на ноги с первого раза сложно, да и опасно. Нужно научиться держать равновесие. Поэтому новички обычно сплавляются, сидя на коленях. Для безопасности спортсмены пристегиваются специальным тросом к доске, чтобы ее не унесло. А если захотите резко повернуть, нужно грести веслом назад. Первая моя льдина сегодня покорена. Чувствую себя настоящим сапсерфером. Что мне делать дальше? Сейчас на реке не так много льда. Так как только потеплеет, понесет льдины с водохранилища. Уровень воды будет подниматься и начнет смывать ледовый покров из берегов. Ну что, буквально через полчаса мы причалили к острову кораблик. Преодолели по течению около полутора километров. Сапсерфинг – это отличная кардиотренировка. Работают все группы мышц. А если устал, можно полежать на доске. Светлана Шевченко, Борис Гладких, Новости ОТС. Вы смотрите новости ОТС. Далее в нашем выпуске. Иммунитет работает, он же как зверь. Увидел антиген чужой – убей. Или не увидел своего – убей. Минимальная возможная точка для съемки туманностей, галактик. Потому что у нас очень сильно забивают купола засветки от Новосибирска. Она просто пытается выжить нетривиальным способом, но она пытается выжить. И все это началось из-за того, что у нее все отобрали. Нам 30 лет. В аптеках «Икона» и аптеках «Фарма-Импекс» выгодная акция – мега-скидки. С 1 февраля по 31 марта дарим скидки до 50%. Покупай прямо сейчас. Мировая звезда балета Сергей Полунин в Новосибирске. Разбуден! 29 марта. Новосибирская филармония. Муниципальных дорожников проконтролируют депутаты законодательного собрания Новосибирской области. Все это продолжение конфликта вокруг нового противогололедного реагента, от которого даже в большие морозы снег тает. Но горожане сетуют, что ржавеет техника, портится обувь пешеходов, да и последствия для экологии неясны. Также поставлен вопрос о неправильном применении реагента. Через некоторое время после его разбрасывания дорогу надо чистить, а этого никто не видит. В ходе заседания комиссии по экологии представители мэрии уверяли, что химическое средство безопасно, но ничем кроме бумаг от поставщика это подтвердить не могут. Нет ответа и на вопрос о соблюдении инструкции по применению. Поэтому депутаты ЗАГС собрания выдвинули свои требования. Любое химическое вещество, оно может нести как и пользу, так и вред при его неправильном использовании. Поэтому начнем с малого. Будем контролировать совместно с общественниками и с Народным фронтом, насколько правильно сейчас это противогололедное вещество применяется. Исключить рецидив болезни и отторжение донорского костного мозга в научно-исследовательском институте фундаментальной и клинической иммунологии разрабатывают препараты для больных раком крови. Занимаются этим юные ученые. Екатерина Широких познакомилась с исследователями и их работой. Пробирки, пипетки и яркие колбочки. Вероника Абасова готовит клетки крови для работы. Отмывает, подкрашивает, чтобы рассмотреть под микроскопом. Девушка-пятикурсница медуниверситета. Мечтает стать аллергологом. Руку набивает в науке. Как раз в клинике без фундаментальных знаний, но никак. А здесь очень хороший опыт. В будущем я планирую уже не только пойти в ординатуру, а в аспирантуру. И как раз-таки, может, написание кандидатской, пойти на кафедру работать. И научная лаборатория – это хороший толчок для будущего. Будущий доктор работает в молодежной лаборатории, где юные ученые изучают рак крови. Помочь пациенту с таким диагнозом может только пересадка костного мозга, но гарантии нет. Несмотря на то, что препараты у нас эффективны и позволяют уничтожить большую часть опухолевых клеток, даже одной клеточки может быть достаточно, чтобы опухоль восстановилась и возникла у пациента вновь. Наша задача, во-первых, оценить, найти биомаркер, который позволит предположить эффективность трансплантации изначально. А во-вторых, разработать методы повышения эффективности трансплантации. Исследования проводят на биоматериалах. Сейчас собирают базу данных и ищут взаимосвязи. Молодежную лабораторию в Институте иммунологии открыли в конце прошлого года при поддержке правительства региона. Возраст ученых – до 39. Это уже сегодня ребята, которые заявили о себе, у которых есть интерес к научным исследованиям, к созданию современных медицинских технологий, что мне представляется чрезвычайно важным. Поэтому я думаю, через три года мы точно увидим новые наработки. Мы еще посмотрим, каким образом эти наработки передать в практическое здравоохранение. Финансирование проекта – 15 миллионов рублей в год. На эти деньги ученые закупают новое оборудование. Привлекать молодежь – задача важная, говорят в Институте. Работают юные умы и в других лабораториях. Клетки. Сначала мы их выделили, потом размножили. И уже потом в дальнейшем посмотреть соотношение клеток, которые получились. То есть мы взяли клетки от мыши и в пробирке попытались создать эти клетки, которые мы будем потом лечить. Еще один флагманский проект Института – лечение онкологии с помощью специфических клеток. Если их правильно запрограммировать, они смогут уничтожить опухоль в организме. У ученых впереди еще много работы. Доклинические и клинические исследования. Проект молодежных лабораторий рассчитан на три года, но при успехе может быть продлен. Екатерина Широких, Евгений Павлов, Новости ОТС. Поймать комету за хвост, зафиксировать солнечные вихри и кипящую плазму. Фотографии туманностей новосибирского астрофотографа Алексея Полякова признаны одними из лучших на международном конкурсе в номинации «Освоение Вселенной через объектив». При солнечном свете звезды рассматривала и моя коллега Татьяна Кияева. Эта штука – самая дорогая часть. Она одна, стоит дороже, чем все остальное вместе взятое. Здесь находятся сложные интерференционные фильтры. Я за ней охотился. Пять лет мы выходили на сделку. Алексей устанавливает фильтры на солнечный хромосферный телескоп. Техника в высоком разрешении фиксирует протуберанцы и вспышки на плазменном шаре. Фотографии получаются контрастными и с четкой детализацией. С таким оборудованием можно следить за небесной жизнью в светлое время суток. Я часто даже у себя просто во дворе выхожу. Такая максимально ленивая астрономия, когда ты никуда не выезжаешь. Просто рядом с машиной поставил, все отснял и как бы доволен. Самый зрелищный для меня объект – это Солнце. Алексей увлекается астрономией с самого детства. Деньги на первый телескоп заработал в девятом классе. С тех пор с космосом не разлучен. Читает научную литературу, изучает созвездия, планеты, астероиды, кометы. Меня интересует все, что не видно невооруженным глазом. То есть мир намного больше и намного многограннее, чем мы себе представляем. И это все рядом. Это можно прямо вот этот космос, он прямо у тебя вот здесь вот на столике. Этим нужно заниматься. Это нужно понимать, какое место мы занимаем во Вселенной в принципе. Сегодня у Алексея 11 телескопов. Техника стоит немалых денег. Пока астрофотограф больше вкладывает в свое хобби, чем зарабатывает на нем. Алексей, у вас есть жена? Да. Как она относится к вашим тратам бесконечно на телескопы, на всю эту технику? Ей пришлось смириться. Ей пришлось смириться на самом деле. Потому что я сразу сказал, что у меня есть как бы такая астрономия. Это не хобби мое. Это образ жизни мой на самом деле. Чтобы снимать объекты на ночном небе, Алексей уезжает далеко за город. Несколько раз в год отправляется в экспедиции в горы. В Новосибирской области это 100 километров от города. Это минимальная возможная точка для съемки туманностей, галактик. Потому что у нас очень сильно забивают купола засветки от Новосибирска. От теплиц вокруг, которые построены, приходится уезжать очень далеко. Алексей утверждает, на данный момент астрофотографы-любители могут конкурировать с крупными обсерваториями. В январе энтузиаст завоевал призовые места в международном конкурсе 35 фото. Отправил сразу два снимка. Днями собирал сигнал для насыщенного отображения астрономических объектов. На красном фото запечатлена туманность Серб. На втором снимке панорама из двух кадров комплекса туманности в созвездии Змеиносца. Всего участие в конкурсе приняли 1638 человек из 94 стран. Алексей мечтает о новых телескопах, чтобы совершенствовать качество своих работ и побеждать дальше. Татьяна Кияева, Евгений Агеев, Новости ОТС. Кино о самом главном. На этой неделе в Центре культуры и отдыха «Победа» проходит фестиваль семейной ценности. Два дня двери залов будут открыты для бесплатного просмотра фильмов. Зрителям для участия необходимо лишь зарегистрироваться. Что покажут, узнал Константин Клещин. На улицах Новосибирска появились информационные палатки. Это передвижной экран, чтобы рассказать, что 15 и 16 марта гости и жители мегаполиса увидят классику отечественного кинематографа. А также поговорят со знаменитым земляком «Приедет Никита Калагривый». При этом мэтры не заслонят сибирских мастеров широкого экрана. Новосибирское кино развивается. Достаточно много у нас интересных студий, творцов, режиссеров. Мы сделали подборку современного кино за последние 2-3 года, то, что сделано. В том числе и фильмы, которые получили какие-то призы и были отмечены на фестивале. Критерий только один. Фильмы должны подходить для семейного просмотра. Кинематографистов поддержат и литераторы. Авторы проекта «Сибирь на страницах» представят работы земляков. Программа фестиваля «Семейные традиции» построена следующим образом. Посмотрев кино, можно встретиться с писателями. Авторы проведут творческие мастер-классы для детей по книгам. Вот, например, Мария Савина проведет игру «Викторину про бурых медведей». Будут несколько дискуссий. У нас будет, например, дискуссия «Семейные сценарии в литературе разных жанров». Можно будет в такой дискуссии поучаствовать. А еще гости попробуют фермерские продукты. Таким образом, в Новосибирске зарождается уникальное движение «Семейных дней». Фестиваль проводит Корпорация развития Новосибирской области. 15-16 марта в «Победе» он состоится в кинотеатре. 15 марта для предпринимателей. Мы, как Корпорация развития Новосибирской области, работаем с предпринимателями. И вот сделали для них такой праздничный день. Действительно, работа предпринимателя, она непростая. Она с утра до вечера. И мы хотим, чтобы в этот день они могли с своей семьей прийти отдохнуть. А 16 марта для всех желающих. Два дня кинотеатр «Победа» будет принимать желающих участвовать в фестивале «Семейные традиции». И это все бесплатно. Есть лишь один нюанс. Надо зарегистрироваться на сайте. Семейный дефис кинофестиваль.рф Константин Клещин, Евгений Павлов. Новости ОТС. Открыть и закрыть притон за два действия. В Первом театре сегодня премьера. Джима Ветиссян поставила Зойкину квартиру. Булгаков написал эту пьесу задолго до «Мастера и Маргариты». Но откровенная история. Время НЭПа и сегодня актуальна. В чем и бедился мой коллега Алексей Кудинов. Откровенные танцы Подвертицкого, легкодоступные женщины, запрещенные вещества. Список услуг, предоставляемых гостям Зои Пельц, тянет на несколько статей Уголовного кодекса. По документам это злачное место, пошивочная мастерская. Но на деле филиал буржуазного Парижа в центре советской Москвы. Конечно, время безумно влияет на персонажей. Благодаря именно этому короткому промежутку времени, времени НЭПа, вообще Зое удалось организовать эту авантюру чуть раньше, чуть позже, это бы не получилось. Тут очень сильно влияет время. И чтобы артисты понимали, почему именно так. Конечно, мы это разбирали. Но именно в спектакле эстетически мы, конечно, сделали минималистичную историю, отстраненную, более абстрактную. Зойкина квартира, в отличие от многих других пьес Булгакова, была допущена до постановки при жизни автора. Она два с лишним года с успехом шла в театре имени Вахтангова. Показ дельцов НЭПановского пошиба в не лучшем свете был актуален. Но смена экономической политики и начавшаяся травля Булгакова привели к запрету Зойкиной квартиры. В Первом театре главной темой пьесы посчитали проблему выбора. Притон под видом мастерской «35-летняя вдова» устраивает не от хорошей жизни. Она просто пытается выжить. Не тривиальным способом, но она пытается выжить. И все это началось из-за того, что у нее все отобрали. И я не знаю, как бы я вела себя, если бы у меня все отобрали. Поэтому, в принципе, я рассматриваю такой вариант в голове, что да, могло быть и так. И это меня не смущает. Можно ли ради высоких целей пойти на сделку с дьяволом? Один из главных вопросов булгаковского творчества встал и в этом спектакле. Оправдывая решение постановщиков сделать на сцене вневременную историю. Дьявол, сатана – это не нечто сверхъестественное, что-то очень далекое. Оно постоянно рядом, оно в соблазнах, оно в выборе. Мы с сатаной, с дьяволом встречаемся каждый день. И человек делает выбор. Следовать за ним или не следовать. Спектакль «Зуйкина квартира» появился на волне интереса к Булгакову. Многие артисты ходили на фильм «Мастера Маргарита» и обсуждали его между собой. У романа и пьесы много параллелей. Театр не кино, но новосибирским артистам удалось втистнуть в рамки небольшой сцены весь масштаб нравственного падения «Зуйкиной квартиры». Алексей Кудинов, Сергей Жданов. Новость УТС. Противостояние сильнейших. Новосибирск принял Кубок России по каратэ Киокусин-Кай. В наш регион приехали сотни спортсменов, в том числе победители и призеры международных турниров. На татаме вышел и мой коллега Станислав Блинов. Приготовиться. Полупаемся. На соревнования съехались около 150 спортсменов из 26 регионов страны. Это, во-первых, возможность проверить себя. Это, наверное, самое важное, что это проверка себя. А во-вторых, это постоянный анализ, совершенствование своего мастерства. Турнир получился представительным. Помериться силами в числе других бойцов приехали участники чемпионатов мира, победители первенств России. Для меня очень важно сегодня проявить себя. Это не заключается. У меня выиграл, проиграл. Главное, достойные бои провести. Постараюсь мысли все убирать. Только я, сам собой и мой соперник. Мы деремся, уважаем друг друга. Пытаемся выявить сильнейшего. Спортсмены соревновались в нескольких визовых категориях. Сильнейших определяли мужчины и женщины. Большое количество участников выступили в категории ветераны. Гость из Краснодара Дмитрий Жабин возобновил тренировки всего несколько месяцев назад, после долгого перерыва. Что заставило сына кибадону здесь? Младшего сына повел на карате. И как бы нужно было свой гешталь закрыть, чтобы не он не закрывал мой, а я сам это все сделал. Ну, во-первых, это близко, как говорится, по духу. И здоровый образ жизни, и здоровый дух в этом плане кекушенка и хороший. По правилам соревнований, стиле кекушенка и карате запрещены удары руками в голову. Мужчины и женщины выступают без защитной экипировки. Ветераны с защитой рук, голени и в шлемах. Такой набор позволяет почувствовать силу ударов соперника и в то же время значительно снижает вероятность травмы. За последние, ну, наверное, пять лет количество ребятишек, которые начали заниматься спортом, увеличились в десятки раз. То есть сегодня числяется уже тысячами. И самое главное, у нас практически во всех муниципальных образованиях открыты секции. Это очень важно. И мы это стараемся пропагандировать и поддерживать. Кубок России – турнир мастерский. Это значит, что призерам и победителям соревнований присвоят звание мастеров спорта России. Станислав Блинов, Константин Менин. Новости ОТС. Здравствуйте. Спонсор прогноза погоды – Девелопер Вира. Лидер по объему введенного жилья по итогам 2022 года. По информации, предоставленной Управлением архитектурно-строительной инспекции мэрии. Внимание! Отправление в новые матрешки в апреле. Согласно разбиванию, желаем вам легкого переезда. Успевай на этот поезд. Звони 230-2353. Прогноз на 13 марта. По данным сервиса «Яндекс.Погода» в Новосибирске будет облачно с прояснениями. Временами небольшой снег. Ветер западный 3,8 метра в секунду. Влажность 75%. Температура ночью минус 9,11, а днем до минус 6. В последующие два дня будет пасмурно. В четверг и пятницу 5,7 градусов мороза. С вами была Ольга Савельева. Оставайтесь на нашем канале. Субтитры подогнал «Симон»